Вероятность того, что после n шагов вернемся на ось абсцисс, вычисляется по формуле число сочетаний из 2n, 2n делить на 2 в степени 2n. Давайте вспомним несколько первых значений. У нулевое, у шестое, плюс у второе, у четвертое, плюс у четвертое, у второе, плюс у шестое, у нулевое. Получается единица. Ну, давайте посмотрим предыдущее. У нулевое, у четвертое, плюс у второе, у второе, плюс у четвертое, у нулевое. Что это такое? Это 3 восьмых, плюс 1 четвертое, плюс 3 восьмых. Тоже единица. Вообще, верно такая формула? Если мы складываем у 2к, у 2n минус 2к, где k пробегает значение от нуля до n, то мы получаем единицу. Когда мы обсуждали несколько предыдущих задач, так называемый закон Арксинуса. Помните, что было? У нас, например, была задача о последнем возвращении. Чему равна вероятность того, что частица, которая движется по нашему пути, в последний раз была в момент 2к, а после этого ни разу не была на асерпциз. Вот она была на асерпциз в момент 2к, а после этого уже ни разу не была. Вот она была, такая вероятность. Помните? Когда у нас есть любой путь, он как-то идет, вот это называется момент последнего попадания на ось Арксинуса. И ровно по такой формуле мы вычисляли. Было? Было. Еще, когда у нас это встречалось, когда мы рассматривали все пути, у которых ровно 2к участков над осью абсциссов. Вероятность задавалась такой же формулой. Ну и понятно, что сумма равна единице. Но с другой стороны, когда у нас есть сумма, всегда интересно понять, почему это единица, не из соображений, что вот у нас все варианты, скажем, время последнего возвращения или время нахождения над осью, там такое-то. А давайте просто поймем, почему это единица. Отборечество. Для того, чтобы это сделать, что... Сейчас у 2к и у 2n минус 2к это произведение чиселосочетаний. Вот это вот. Разделенное на одну и ту же степень двойки. Да. То есть это некоторое соотношение на чиселосочетания. Отлично. Давайте запишем. Да. Совершенно верно. Это, конечно, чиселосочетаний. Пока я выберу, что это единица, и просто напишем именно в виде суммы. К пробегает значение от 0 до n. Умножаем число сочетаний из 2к по k. Умножаем на число сочетаний из 2n минус 2к по n минус k. И все это делим на 2 в степени 2к, 2 в степени 2n минус 2к. Ну, конечно, замечательно. В знаменателе получается 2 в степени 2n. А отчислитель довольно-таки ужасный. Посмотрите, в числителе непонятно что. Верно? То есть у нас, если записать в факториалах, то будет ужас какой-то. 2к-факториал разделить на k-факториал, k-факториал. 2n-2к-факториал разделить на n-k-факториал, n-k-факториал. То есть число сочетаний, конечно, верно, но непонятно, какие числа сочетания. Посчитаем число сочетаний из минус 1 и 2к по n. Ну, вообще, в принципе, что такое число сочетаний из любого числа? Это x умножить на x-1 на x-2 на x-n на x-1 разделить на n-факториал. Можно вычислять не только для целого числа. Потому что комбинаторный смысл не очень понятно, что мы приобретаем, какой комбинаторный смысл. Но давайте посчитаем. Из x по n, x на x-1 на x-2 на x-2 на x-2 на x-2 на x-1 плюс 1 разделить на n-факториал. Конкретно здесь надо взять минус 1, 2, минус 3, 2 и так далее, и так далее. Минус 1, 2, минус n плюс 1. И все это надо разделить на n-факториал. Отлично. Выносим отовсюду двойку. Выносим отовсюду минус. Получится минус 1 в степени n. Здесь нечетные числа. 1, 3, 5 и так далее. 2, n, минус 1. И в знаменателе у нас будет 2 в степени n и n в акториал. Впишем в числитель числа 2, 4 и так далее, 2n. И их же напишем в знаменателе. Будет 2 в степени n и n в акториал. Что у нас получилось? У нас получилось минус 1 в степени n умножить на... Смотрите, вот здесь в числителе 2n в акториал. Значит, надо взять число сочетания с 2n по n и разделить на 2 в степени 2n. То есть, минус 1 в степени n умножить на u2n. Все понятно? Что это означает? Что вот в этой вот формуле не обязаны писать вот такие числа сочетаний. Минус 1 в степени k умножить на число сочетаний из минус 1 в 2 по k умножить на минус 1 в степени n минус k число сочетаний из минус 1 в 2 по n минус k. И что у нас сейчас дальше будет? Минус 1 в степени n выносится число сочетаний. Когда мы их берем в комбинатурике, количество способов выбрать, да? А еще есть беном ньютона. Давайте вспомним, что такое беном ньютона. Кстати, именно поэтому и называется им беном. Потому что Исаак Ньютон как раз и понял, что можно рассматривать число сочетаний из любых, не обязательно из целых. 1 плюс x в степени минус 1 в 2, это есть единица, плюс число сочетаний из минус 1 в 2 по 1х, число сочетаний из минус 1 в 2 по 1х2 и так далее до бесконечности. Давайте поймем почему. Это так. Потому что если вы берете любое здесь вот число и рассматриваете 1 плюс x в степени а, то есть такая знаменитая формула Тейлора. Если вы берете любую функцию, в данном случае функция, это вот что такое, это 1 плюс x в степени а, да? То она разлагается в такой ряд значения в нуле, производная в нуле, деленная на 1 умножить на x, вторая производная в нуле разделить на 2 фатериала умножить на x в квадрат и так далее, и так далее, и так далее. Ну, разумеется, в математическом анализе объясняют, что эта формула верна не всегда, нужны там некоторые условия на эту функцию, нам нужно хотя бы, чтобы эти производные существовали и так далее, и так далее. Я сейчас не буду все это объяснять, но давайте посмотрим конкретно, что это будет здесь. Значение в нуле это единица. Производная от вот этой функции, это, конечно же, число а, производное в нуле. Вторая производная, это а умножить на а минус 1, третья производная, это а умножить на а минус 1 умножить на а минус 2 разделить на 2 фатериала, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, бином Ньютона, это частный случай формулы Тейнера. Зачем нам это здесь нужно? А, очень просто. Если вы пишете эту строчку второй раз при умножении, в левой части будет единица плюс х в степени минус 1. А в правой части 1х1, 1. А коэффициент при х, это будет что такое? Это будет вот это умножить на это, плюс это умножить на это. А коэффициент при х квадрата, это на это, плюс это на это, плюс это на это, и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. Но что такое единица плюс х в минус первой степени? Это единица минус х, плюс х квадрат, минус х куб, плюс х четвертый, минус х пятый, плюс х шестой и так далее. А теперь смотрим сюда, видите, вот это минус один степень. Видите? Это ровно, вот это очень дорого не так. Значит, мы сумели алгебраически, просто при помощи формулы бинома Ньютона, доказать, что вот эта вот сумма равна делиться. Мы доказали формулу про сумму произведений чисел у. Пишем единицу плюс х в минус первой степени, таким образом, как единица плюс х в степени минус одна вторая умножить на единицу плюс х в степени минус одна вторая. Разлагая по биному Ньютона левую часть, ну или просто вспоминая формулу суммы бесконечной единицы прогрессии, мы видим, что в левой части 1 минус х плюс х в квадрат, минус х в куб, плюс х в четвертый, минус х в пятый, плюс х в шестой, минус х в седьмой и так далее. Заметьте, бросание монеты и вероятность того, что мы после 2 Н бросков вернемся с абсцисс, это в точности разложение вот такой вот функции по степеням х.